МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Туристов, посещающих порт Ассар, в 2020 году станет намного больше. Новая опасность в бассейне озера Ван. Массовые антитеррористические операции проходят в Турции против курдов. Новая волна напряженности между Эрдоганом и Путиным. Езиды Республики Армения отметили национальный день красного султана Езида большим праздником. Журнал Time назвал Армению кавказским тигром. National Geographic, американский телеканал, транслирующий научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США, включила Порт-Ассар в свою книгу «Места для посещения до момента смерти». Журнал описал его как загадочное место и процитировал следующие слова. Этой области, датируемой доисторическими временами, эпохой неолита 12 тысяч лет. Она является старейшей известным собором в мире, старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Помимо Зейбр-Миди, угрожающих озеру Ван, появился омар, который вреден для пресной воды также. Считается, что пресноводные омары были выпущены в озеро с чьей-то стороны. Они угрожают озеру Ван. Это также несет опасность экологическую. В последние годы пресноводные ресурсы озера Ван подвергались новым опасностям. Если власти не предпримут никаких действий, озеро может вскоре столкнуться с крупной и устойчивой катастрофой. На юго-востоке Турции, в провинциях Ширнак и Хакари, начались 9 и 10 этапы антитеррористической операции «Киран», где участвуют почти 2000 правоохранителей, сообщается на сайте МИДа страны. Операция «Киран» началась на востоке и юго-востоке Турции 17 августа. В 9 этапе антитеррористической операции «Киран», которая проходит к провинции Ширнак, задействована 1260 джандармов, полицейских и вооруженных добровольцев. В 10 этапе, который проходит в Хакари, 730 правоохранителей, говорится в сообщении. Нынешние этапы антитеррористической операции направлены на то, чтобы допустить перемещение боевиков РПК на зимние базы. Возникает новая волна напряженности между Эрдоганом и Путиным. Президент Турции Раджептайп Эрдоган 20 декабря отреагировал на озабоченность России по поводу возможного размещения войск в Ливии. Эрдоган заявил, что в Ливии действуют наемники частной военной компании «Вагнер» из России. Эрдоган утверждает, что эти наемники работают в Ливии на командующего ливийской национальной армией Халифу Хафтара. «Вот так обстоят дела, и для нас было бы неправильно сохранить молчание по этому поводу. До этого мы старались изо всех сил, и мы продолжаем поступать как впредь», отметил президент. При этом Эрдоган назвал незаконными действия ЛНА Хафтара и выразил поддержку премьеру Ливии Фаезу Сараджу. «Хафтар не является законным политическим деятелем. При этом есть те, кто пытаются придать ему легитимность», — заявил Эрдоган. Ранее в пятницу источник в российском МИД заявил, что возможность ввода в Ливию турецких войск беспокоит Москву. Езиды Республики Армения отметили Национальный день Красного Султана Езида Большим Праздником. Об этом Армен Пресс заявил председатель Национального Союза Езидов Азиста Маян. Этот национальный праздник посвящен их працу Султану Езиду и называется Красным Султаном. «Мы постимся 17-19 декабря, и в этот день мы собираемся в домах наших друзей или родственников и празднуем этот важный день. В течение года, если есть умершие, мы тоже идем к ним домой с подарками, потом собираемся в одном месте, поем, танцуем и веселимся», — отметил Тамоян. Нация Езидов возникла в Месопотамии, Ирак, а их исторический родной город Шангал на севере Ирака более известный как Сен-Джар. У Езидов нет государственности, они распространены по всему миру, живут в Турции, Ираке, Сирии, Армении, Грузии, России, Германии, Франции, Канаде, Америке и многих других странах. Авторитетный журнал Time коснулся динамичного экономического роста Армении, охарактеризовав страну как кавказский тигр. Об этом сообщает официальная страница правительства Армении в Facebook. Журнал учитывал изменения в стране после революции и темпа экономического роста. В статье также был затронут и вопрос повышения рейтинга Армении со стороны Мудис. На сегодня у нас все, далее мы представим вашему вниманию ансамбль Масунг. Субтитры создавал DimaTorzok Оставайтесь с миром!